Хорошо, что есть газ, газовая поверхность. Мы можем себе приготовить еду, закипятить воду, если она, конечно, есть. Потому что, когда вода, отключается электроэнергия, у нас отключается вода, отключается котел, нет тепла. Ужин при свечах в доме Елены Калашниковой устраивают не ради романтики, а вынужденная необходимость. Постоянные перебои с электричеством в жилом районе Новознаменске в Краснодаре научили семью подстраиваться под обстоятельства. Летом все окна нараспашку, так как не работают кондиционеры, а зимой, с учетом электрического котла, посиделки у камина становятся единственной возможностью согреться. Свет здесь отключают чуть ли не каждый день. Энергетики на все жалобы разводят руками. Не хватает мощности. Дождь, ветер, солнце не имеет значения. Отключаются они постоянно у нас. Есть еще плановые отключения, которые очень часто почему-то происходят. У них плановые мероприятия. Тогда отключают нас на целый день, начиная с 9 утра и заканчивая 6 часами вечера. Это происходит все эти 14 лет. Мы живем без электричества. Как на похороховой бочке? Когда оно отключится? Когда оно включится? Никто не знает. Внятного ответа на этот вопрос не смогли дать и сами энергоснабжающие предприятия. С руководителями крупнейших в крае сетевых компаний сегодня встретился губернатор. Венимин Кондратьев остался недоволен отключениями электричества, которые летом прокатились по региону. Больше всего досталось Краснодару. Только в июле здесь произошло 150 отключений. Основная причина – высокие температуры и выросшая нагрузка на сети. Однако для поставщиков электричества оправданием это быть не может. И люди, сегодня жители края, они исправно отчасти, в большей части, я уверен, платят за электричество. И они имеют полное право на возмущение, когда они говорят о том, что если мы платим, то почему перебои, почему электрооборудование летит? Если отключается свет, то жизнь останавливается. И люди абсолютно правы, когда они говорят о том, что в целом недоработка, неважно чья, власти. Понимая ответственность перед людьми, я буду делать все, чтобы сегодня эту проблему убрать, друзья. Или я буду убирать ее вместе, или я буду убирать ее один. Плыть в непонятном направлении, что дальше делать, ну, это не годится. Для сетевых компаний это четкий сигнал. Необходимо вкладываться в модернизацию собственной инфраструктуры. Сейчас электрические сети в регионе изношены на 65%. Самые крупные игроки на этом рынке – Кубанинерго и Неск электросети. Последние в основном и обслуживают жилые дома в 24 районах края. Если вы не вкладываете в собственное развитие, то вы не бизнес, вы эксплуатанты. Ваша компания, сколько вы уже вложили в то, что имеете, в модернизацию или в развитие? 2017 год. Вот в эксплуатацию 89 мегавольт ампер – это трансформаторная мощность новая. 402 километра линии электропередачи 10 на 0,4 построена в городах. Но, как показала практика отключений, этого недостаточно. Необходимы новые подстанции. Одна из таких уже появилась в Услабинском районе. Вторую планируют запустить в текущем году в восточной промзоне Краснодара. Энергодефицит влияет не только на простых жителей региона, но и вставляет палки в колеса при развитии экономики. Венимин Кондратьев рассказывает случай жизни, когда Кубанинерго выставила промышленному предприятию счет в непосильные 222 миллиона рублей. Компании удалось найти другого поставщика, который выдал необходимые мощности за сумму в 10 раз дешевле. Но не все подобные истории со счастливым концом. А что нам делать с Кущевкой, с Кущевским районом, с Ейском, с Тюблюком, с другими районами, где на самом деле инвесторы сегодня готовы заходить, они могут. У нас сегодня 17 инвестпроектов просто полетело. Только потому, потому что мы не смогли обеспечить энергомощности. Вот эти инвестиционные проекты на сумму 16 миллиардов рублей. Да все, гадаем, будет у нас возможность подключиться, не будет. Многие вещи делают за счет инвестора. И сети обновляют за счет инвестора. И подключение делают за счет инвестора. И вести сети за счет инвестора. Так тоже не кажется. Почему это должен делать кто-то или за счет кого-то? Но сегодня нет у нас бедных сетевых компаний. Коллеги, а если это невыгодный бизнес, не занимайтесь им. Я имею в виду коммерческие сетевые компании. И что ждете, когда у вас полностью уже износ сетей произойдет? Мы этого не допустим. Глава региона поручил создать рабочую группу, возглавит которую первый заместитель губернатора. Комиссия в индивидуальном порядке будет помогать с подключением инвестплощадок к энергосетям. Кроме этого, в следующем году планируют запустить две мощных подстанции в Павловском и Крыловском районах. Что даст дополнительный толчок для развития экономики Кубани. А местным жителям позволит не тратить деньги на покупку свечей. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Алексей Комаров, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.